Как, по вашему мнению, должна быть выстроена система полового воспитания и кто должен его осуществлять? Это работа совместная. Не только нас, как специалистов детских гинекологов, но и родителей, но и школы, но и средств массовой информации в том числе. Мы будем благодарны за ваше участие. Конечно, мы должны своевременно информировать девочку о возможных последствиях раннего начала половой жизни, о возможных заражениях, заболеваниями, передающимися половым путем, о том, что необходимо предохраняться, потому что, возможно, нежелательная беременность, которая напрямую может в дальнейшем повлиять на ее репродуктивное здоровье. Спасибо. А вот какие факторы, в принципе, влияют на развитие гинекологических заболеваний у детей? Ну, в первую очередь, это от момента начала и рождения ребенка, это могут быть пороки развития половых органов, которые своевременно диагностируются уже в роддоме. Следующий этап, да, то есть это врожденные аномалии, и они связаны с генетическими нарушениями. Далее, это, конечно, наиболее часто, на сегодняшний момент встречаются воспалительные заболевания наружных половых органов. И тут причиной является недостаточно качественный уход. То есть это очень важный момент, поэтому мамочки должны следить за и правильно выполнять гигиену наружных половых органов у девочек. Но кроме этого, на это также могут влиять возникновения воспалительных заболеваний наружных половых органов, глистные инвазии, дальше аллергические реакции, высокий инфекционный индекс, это если девочка болеет более 3-4 раз в год, снижение иммунитета. Понятно, спасибо. И вот последний вопрос. С какими особенностями приходится сталкиваться гинекологам при проведении хирургических вмешательств у детей? Ну, если это ребенок маленький, только новорожденный, вот как раз это чаще всего либо пороки развития, либо антенатальные перекрутые некрозопридатка в матке, то это и своеобразные этапы выполнения оперативного лапароскопического лечения, определенное возможное давление в брюшной полости у новорожденных детей, это должно быть не более 10 мм втутного столба, что также влияет на выполнение качественного оперативного вмешательства. Если же это девочки более старшего возраста, например, старше 14 лет, то тут особенности лапароскопической техники такие же, как у взрослых.